Вы привыкли к тому, добрый вечер, что обычно Сергей Асланян является главным тематическим застрельщиком, что вполне логично, но сегодня я попытаюсь выбрать себе еще и соведущего из ваших рядов, и вот каким образом это происходит. Как вы знаете, я достаточно открыт к общению, у меня есть несколько социальных лазеек на паре сайтов, где любой может зайти ко мне, и что-то такое интересное сказать. Некоторое время тому назад ко мне обратился Павел Лукьянченко из Ростова-на-Дону, он причем просто поделился своим впечатлением, своей точкой зрения, и вот наше краткосрочное общение выявило, что Павел мало того, что неравнодушный человек, Павел человек, который пытается найти еще и решение проблем. И мы с ним пересеклись как раз в отношении строительства дорог. Вы знаете, я стою на той позиции, что при нынешнем положении вещей дорог у нас не будет ни при каких обстоятельствах, и не будет этого, потому что у нас так устроено все, начиная от власти и заканчивая экономикой. А Павел, он как человек более позитивный, он рассматривает это в широком спектре, но при этом достаточно конкретен. Насколько я понимаю, Павел у нас на линии. Павел, добрый вечер. Алло, Павел? Так, нажимаем на кнопку еще раз. Павел, здравствуйте. Алло, 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 Павел? Алло. Да, вот, вот, вы слышите голос Павла Лукьянченко из Ростова-на-Дону. Только я не Павел. Так, давайте выяснять, кто вы. У нас просто есть определенное количество линий входящих. Так, так, минуточку. Ну, это всегда чисто технически довольно сложно, потому что коммутация, процесс такой отчасти ручной, отчасти электрический. Так, еще раз пытаемся что-то сделать. Кнопок у нас слишком много. Вот в моем виде они, например, их больше шести. Сейчас мне кто-нибудь объяснит, какую кнопку нажать, и тогда мы услышим с вами Павла. Потому что я, например, не в состоянии этого понять. При этом я еще думаю, кстати, что-то говорить, но мне пока не удается это. При этом вот ситуация с дорогами, она проанализирована достаточно многими, и мы знаем, что, в общем-то, и вчера как раз мы касались этого в разговоре, нас каждого в отдельности и всех вместе убедили, построить дорогу в стране это дорого, и денег именно на это нет. На космос есть, на Олимпиаду есть, на решение любых социальных вопросов тоже может быть, и ассигнования из бюджета есть, но у нас нету возможности решить вопрос с дорогами. И я, кстати, проверяю линию. Павел, вы с нами, нет? Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире. Да, вот с этой секунды, наконец-то, после 8 минут мучительной коммутации, Павел, вы в эфире. Я не Павел, я РАМ. Так, ну все. Значит, я так понимаю, разговора сегодня не будет, потому что скоммутироваться нам не удалось. Так вот, журналисты довольно регулярно оказываются в ситуации, когда они пытаются ответить на вопрос, почему же так получается. Считается, что стабильно работающая экономика. Алло. Что у нас... Алло. Так. Алло, здравствуйте, Павел. Здрасте. Назовитесь. Здрасте, это Павел. Долгожданный Павел. Здравствуйте, Павел. Да, я хотел бы сказать немножко предысторию того, как мы начали общаться. Мы начали общаться непосредственно не с дорог, а с того, как они устроены. Да. Устроены они у нас очень странно, и вот с этого нашего разговора пошел. Но мы решили заведомо осветить три темы. Это первая, самоглавная грязь, с которой началось общение. Второе, это только устроены коммуникации, от чего наши так дороги страдают. Ну и третье, непосредственно само строительство и ремонт. Павел. Вот к вашим услугам целая Москва и еще полстраны, и почувствуйте себя с этой секунды ведущим. И расскажите, потому что вопросов-то мы поставить друг перед другом можем много, а вы же как раз своим пытливым умом искали ответы. Причем вы все это правильно позиционируете эти вопросы. Давайте теперь ответы. Расскажите, почему это так? Почему мы живем в такой грязной стране с грязными дорогами? Как вот первый заход на тему нашего с вами общения? Ну, давайте я дополню. Первое, я не дорожник. Вообще, я знаю эту тему исключительно из-за того, что учился в университетах, работал, занимался всеми этими вопросами. И понятно, что для многих инженеров я не открою никакой совершенно там вообще какой-то истины первоисходной. Все началось это приблизительно с времен Хрущева, когда была поставлена задача застроить всю страну, была поставлена задача, чтобы сделать всем доступное жилье, но нужно было удешевлеить. Соответственно, с чего мы начали удешевлять? Мы начали удешевлять самых простых вещей, казалось бы, совершенно не нужно. Ливневая канонализация. Она была полностью уничтожена. Были сделаны, допустим, определенные нормы, которые почти были на них 10, в которых сказано, что ливневая канонализация нужна там на сверху, в клонах каких-то таких там, на поворотах, еще где-то, где там совершенно будет лучше. Ведь них никак не избавится. Скажите, Павел, перебью, но, значит, вот вы обратили внимание, что СНИПы, которые дожили по сию пору, они не требуют иметь ливневку, так называемую, но до этого требование подобное было, и до этого страна была чище, в том числе и дороги. На самом деле это началось с времен Хрущева. То, что было до него, это был сталинский период. Мы все знают, насколько качественные сталинские дома и так далее. Может быть, дороги строились по-другому. Но вы понимаете, что это тысяча раз уже сверху перекрылось, и что было до этого, неизвестно, на самом деле. Можно сказать, как это было, допустим, в Европе, еще в средние века, когда там была канонализация ливневок, потому что все прекрасно понимали, иначе там все умрут просто от болезней и остального. Поэтому, что было конкретно тогда, на самом деле, неизвестно, так сказать. Ну, Европа-то не особо быстро поняла, откуда чума, мор и испанка, поэтому они достаточно неплохо вымирали целыми веками. Ливневку, да, с ливневкой они решили. Но просто для тех, кто, может быть, имеет претензии, достаточно справедливое, к качеству звука, я ретранслирую еще раз идею Павла. Павел говорит о том, что проблемы наши всерьез, вот грязной жизни на дороге, начались с хрущевской эпохи, когда мы всей страной начали экономить на каждом куске, когда на высоте потолка над головой совместили унитаз и раковину, не успели совместить пол с потолком. И тогда же с НИПы у нас прорвались новые требования, согласно которым не нужно было строить ливневку под дорогами. Павел, продолжайте. Я же дополню не так даже. Смотрите, надеюсь, у нас ливневка не только в дороге. У нас есть вода, которая попадает на крышу домов, у нас есть вода, которая попадает в нашу Беларуи, она попадает в газоны. И если это большой дождь, допустим, газон не способен ее спитать. То есть, нам должна кто-то уходить. И, собственно, ливневка, она подозревается не только под дорогами, она должна подозреваться и в том числе из двора. А я сейчас расскажу непосредственно, как это сделано. Давайте. У нас есть дом, у нас есть крыша, не имеется с нами. И мы сбрасываем воду с вами, не знаю, как у вас, по нормам точно, у нас это сбрасывается на отмосток. Бывает еще, конечно, внутренний вода, но это не важно. Сбрасывается на отмосток. Отмосток самая высокая часть. Потом она плавно переходит в тротуар. Газон выше тротуара, потому что надо воду с газона выбрасывать. А дорога ниже всех. То бишь, вода с крыши тротуара и с газона автоматически попадает на дорогу. Она обязана туда попасть. Да. Правильно. Мы это специально делаем в проекте, чтобы дорога была в самой низкой точке. Мы это делаем у нас выхода, а не другого. Потому что даже если мы захотим делать ливневку, нам она нужна, чтобы она где-то проходила, правильно? Мы должны где-нибудь так-то подключиться. А ее нигде нет, потому что по городам она не разложена у нас везде. Просто дорога. И, соответственно, эта вода с двора, она сбрасывается потом на дорогу внутриквартальную. Потом эта внутриквартальная дорога идет уже непосредственно на какую-то такую среднюю дорогу. А оттуда попадает на какие-нибудь шеверодки трассы, где уже, как правило, ливневка есть. Ну, либо это сбрасывают какие-то пистелеты, звери и так далее. Ну, и, собственно, еще и колодия тоже в этом. Да. Ну, вдоль больших дорог, так или иначе, какая-то ливневка уже существует. Соглашусь, да. Да. Которая, естественно, регулярно забивается, и потом приходят коммунальщики и говорят, ах, вот тут вот листва, тут какие-то банки консервные, тут какой-то мусор, она опять засорилась, поэтому мы получаем проблему еще и здесь. Естественно. Ну, получается, что самая главная фраза, чисто не там, где ссорят, а там, где убирают, наоборот, там, где убирают, а там, где не ссорят. Она как раз и сидит отсюда. Мы можем, говоря, с дороги и тераппарат убирать бесконечно, но с газона, с еще откуда она будет попадать в любом. Она просто бесконечна. Нужно перестроить всю страну, поменять профили всех дорог и так далее. Но вопрос-то в другом, в том, что вода на дорогах, она разрушает сами дороги. Вот в чем еще особенность. Она все прекрасно знает, что если положить бутылку в холодильник, она за энергию, она может взорваться. Это где-то 9% вода расширяется. Дорога вся пропитана водой, ударил мороз, внутри вода расширяет и отрывает все эти камушки, все остальное, и она постепенно разрушается, в том числе из-за этого. Но вообще-то получается, что, Павел, получается, что, в принципе, ответ-то на вопрос простой. Что делать? Просто пересмотреть СНИПы и начать потихонечку приводить страну в порядок, выстраивая любую абсолютно дорогу, пусть даже это будет маленькая тропинка во дворе, обязательно с ливневкой. И начав сейчас, мы через какое-то время, через пару десятилетий, придем к сухой, чистой стране. Сейчас мы прервемся на новости, и потом, Павел, мы с вами продолжим. Сегодня мой соведущий Павел Лукьянченко по телефону из Ростова-на-Дону. Мы анализируем ситуацию с грязью на наших дорогах и с непроходимым положением и удивительной ситуацией, когда проехать совершенно невозможно. Павел, но у нас получается, что дорога пропитана водой при каждом удобном случае. При этом грязь все-таки берется с газона. И во многих странах, и даже на территории бывшего СНГ своими глазами видел, для того, чтобы победить грязь, люди взяли и уровень газона опустили ниже уровня бордюра. То есть земля сверху не выглядывает, не любуется на проезжую часть, и грязь оттуда ни при каких обстоятельствах не вытекает и не выдувается. Действительно стало чище. Это я видел своими глазами. Причем это же решение более дешевое, чем ливневка. Ливневку нужно рыть, а газон нужно просто-напросто опустить выше уровня бордюра. Уже хотя бы часть проблемы этим может быть решена. Павел. Ну, смотрите, есть как минимум одно решение, еще дополнительное. Это пазы бордюра, чтобы чельница с бордюром не просыпала воду. Это касается просто количества влаги, количество удаляемой влаги, которая должна найти какой-то выход. Но если вы делаете там сливные отверстия, оттуда уходит земля, и у вас дорога получается опять грязная, помните, как по Европе, проехался в дождь... Я наоборот говорю, что если бордюры у нас сейчас стоят, просто торец-торец, а там делается паз-паз, как бы, ну, как Лего собирается. То есть вода, она не может пройти через щели бордюра, в том числе. Понимаете, как бы опустив газон, ну да, будет чище, но это не факт, потому что все равно сброс воды идет от отсюда, из крыш, и много... Не только же газон у нас одни, поэтому там какая-нибудь, не знаю, там полугрунтовая дорога будет тоже выносить грязь. Тут вопрос в том, что она должна сама уходить, если бы если прошел дождь, то тогда моментально становится чище, наоборот, а не грязнее, по-теме. Второе самое главное, это тоже какая-экология, это грязь маслом со всеми пятнами, с битумом, которыми дорога, она потом течет либо в реки, либо в Ливневку, которая, по большому счету, тоже не встречается. Это, в целом, инфраструктурный проект, это сделать по всеми дорогами эту Ливневку, куда-то еще встречать, сбрасывать в дальнейшем. Это рад. А второе, это что у нас еще под дорогами лежит, очень важно. Вот мы говорим о том, что она перекопать, но мы же везде положили с вами металлические трубы, у нас везде хаотично лежат, тем более под дорогами. Вот, кстати, я узнавал, пытался узнать, откуда же пошло, что коммуникация взрывать именно под дороги. Точного ответа не нашел, но по большому счету это идет от СНИПа, в том, что нельзя проводить вводные коммуникации, такие как гранализация, вода, там, близко от фундаментов. Умные люди в советское время понимали, что металлические трубы будут прорывать, если подмойт фундамент, это будет хуже, чем раскопать дорогу. Вот, может рухнуть дом. Поэтому, скорее всего, все коммуникации под дорогами именно из-за этого точного ответа я не знаю. Соответственно, как это сделано в Европе? В Европе просто сделано, ну не только в Европе, в нормальных странах. Там есть лоток под землей, в который пластиковая труба просто встолует, если не надо подсмех, то здесь все ремонтируют, сюда можно залить. Если даже что-то прорывать, это там внутри лотка, за одного там, кальпаса будет. А у нас все коммуникации разрыты с расстояниями там, от газа там до электрички должно быть такое-то расстояние, от воды до чего-то еще тоже, все круги, между всей дорогой, куча люков, куча всего остального. Постоянные ремонты, постоянно они выкопали, засыпали непонятно что, но просело, водой не питался грунт, его морозом подняло, либо просто насел там, грунты такие. Все взаимосвязано, нельзя сказать, что добавить канализацию, мы сюда починем. На самом деле, вот вся инфраструктура дороги во всем разрезе, это же профиль, чтобы сюда вода сбрасывается, куда она уходит, это то, какие слои положены, что лежит под этим всем, как коммуникация расположена, это все и есть дорога. Вот это самое главное, что я хотел сказать, что не нужно быть простодушным, как у нас в России, что мы давайте примем какие-нибудь добавки в асфальт, и у нас там хорошие дороги. Да ничего они не станут. Постоянно что-то прорывает, постоянно копает, засыпает непонятно чем, даже если не сверху хороший асфальт положат, мы просто прощали. Грунт напитан водой, он либо садится, либо промерзает, поднимается, скучивает. Это бескомечный процесс, нужно полностью переписывать всю концепцию, как мы строим дороги, строим здания, то есть то, что угодно. Если мы оставляем стипы, которые действительно действуют, выясниться с коров, с метатом, то есть, конечно, и новые, но, если честно, многие из них, они даже направлены на заработанные деньги. Хотя есть и разумные вещи, а то пожарную норму. Та же хромая лошадь многих на пузырах. Есть и разумные подвижки, но по дорогам таких подвижек нет. А как вы считаете, Павел, эта ситуация по недомыслию или по умыслу злому? Ну вот представьте себе, если мы сейчас с вами начинаем, пишем с вами с нуля, или не с нуля, или берем чужой опыт, а на самом деле брать чужой опыт, это единственный путь, который мы можем пройти. У нас холодная сторона, мы, если честно, мы до сих пор не понимаем, как нам правильно нужно строить дорогу. Для меня, допустим, было открытием, когда я узнал, как в Китайце строили железную дорогу в Кибель. Они строили подвижные мерзлотерии, и они сделали специальный научный исследовательский центр, там, несколько лет разрабатывали нацепи, такие, чтобы там можно было протяжить дорогу, не спортить там ни экологию, ни затратить кучу денег, там, строить там одни спортивные масты и так далее. И нашли там совершенно простейшие там способы, как построить дорогу, там, большую волну положили, и получается, что волны проветриваются должны специально, ветер должен проходить сквозь все насы. Зимой скапливается куча холода, а зимой насы оттеняет, из межвечного международного, она не тает под ним. И все, они этим самым построили большую часть длины этой дороги. Простое решение, но они потратены до 10 лет. Нам надо изучать, как нам сделать. В Европе, допустим, на дорогах, которые мы не берем внутри городские, они, допустим, плодут уцеплитель под нахоть, для того, чтобы грунт, он всегда с водой, он не промерзал с дороги, дорогу не поднимал. Вот вы когда видите, там, в случае расщелин горизонтальных каких-то шахт, из-за того, что всю дорогу поднимает, и там, вода поднимет, она замерзает. Плюс температура на расширение самого спальцебетона. Добавляет сюда приставки, чтобы спальц не разорвало, делаю так, чтобы грунт не промерзало. Ну, это же целый комплекс. Это нужно подходить правильно, не нужно сделать правоподушку, вот мы сейчас вот ливненку построим, но в аспальт, там, пару присадок добавим, и у нас дороже пойдет. Ничего подобного. Это целый комплекс. И, соответственно, а кто хочет заниматься всем с нуля, получать новое качество и так далее, даже здесь, даже если хотят, не делают качество. А если, Павел, а если это становится государственной задачей, если мы в какой-то момент принимаем решение о том, что теперь немытая Россия обзаведется умытыми хорошими дорогами, это может стать в том числе неким подобием национальной идеи. Мы строим дороги. Зарабатывают на транзите у нас кишка танка, потому что для этого нужно просто отказаться от той полиции, которая у нас есть на сегодняшний день, потому что полицейские на дороге сделают... Я вот в этом почему-то уверен. Это два будут пункта одинаковые, позначенные. Скажите, Павел, вот ситуация с дорожным строительством, с законодательством, она кормит огромное количество людей. Очень выгодно, низкое качество, потому что оно обеспечивает тебя занятостью, зарплатой, постоянным подрядом и каждый год дает возможность ремонтировать один и тот же кусок асфальта. А вот там с вами, как людям, живущим в этой стране и водителям, на самом деле, ведь эта ситуация не нравится, но нас постоянно принимают за тех, кого это либо не касается, либо не волнует. А ведь мы с вами хотим, чтобы у нас была дорога построена раз и навсегда, чтобы по этой дороге можно было поехать и получается, что у нас просто не совпадают вектора интересов с нашей властью. Власти это неинтересно, ей хочется построить Олимпиаду. Я вам расскажу такой маленький пример. Вот есть везде в каждом городе какие-то там люди, которые борются за качество дорог. Вот смотрите, не знаю, как у вас, просто рассказывают про наши ситуации. У нас никак, у нас никто не борется, у нас все счастливы. Нет, нет, я к тому, что вот как у вас технические, я рассказываю сейчас технические моменты, чтобы вы понимали, что вот сейчас, допустим, прошла там зима, сложилась куча дырок, у них новая технология, там битум с камушками, заливается в ямку и получается, я хорошо. Вот, они таким образом заделали дырок, как бы ездить более-менее можно. Ну, люди начали бить в воду, дороги плохие, там, дырками, и так далее. Приезжают, летом, срезают, в механизм срезают, асфальт. Но фишка в том, что заливали битумом большую яму, и, что без битума там есть под низом, они срезают только вверх. Вверху засыпают полностью, ну, кладут новый асфальт. И правозащитники, фух, хорошо, на нашем улице у нас асфальт новый, сейчас, но не подумаешь, что вот внизу лежит этот битум. Летом, ну, юг, плюс 30, плюс 40, совершенно спокойно, битум просто, как линза, лежит под сезоном асфальта. Естественно, его просто выдавливают, образуются новые ямы, опять дорога развалится с новым асфальтом, ну, потому что внизу однородный средний метр. Ну, Павел, я вам даже больше скажу, ведь вот эта технология, Павел, вот эта технология, о которой вы говорите, она называется ямочный ремонт. А юридически не существует понятия ямочный ремонт. Его не существует, потому что это называется в смете текущий ремонт и содержание дороги, и он абсолютно нерегламентирован. Подразумевается, что нужно заменить в том числе подложку. Понимаете, сила в том, что общество не может проконтролировать четко эти моменты. Вот, если, и не только общество, никто не может. У нас нет ответственности власти перед людьми, и у нас никто не может спросить за исполнение той или иной программы по ремонту дорог, по содержанию дорог. У нас некому. Теоретически может этим заниматься прокуратура, только она не будет. У нас никто не отвечает за эти события. Мы даже не можем конкретно попросить, что мы хотим. Мы просто хотим хорошие дороги. Вот. Нас постоянно кормят какой-нибудь новый чем-нибудь, неважно чем. И многие на этом успокаиваются, и все, становится опять спокойно. Какое-то время пока не понимается, что это опять была ерунда. На самом деле нужно смотреть проблему в абсолютном форме. Нужно смотреть, если коммуникация лежит, какой пирог лежит, какой сверх асфальт, куда девается вода. Павел, напомню, эпизод был не так давно, когда в Первоуральске общественность взялась за контроль, она заставила местного мэра обратить на себя внимание, мэр пошел на попятную, повернулся к людям лицом, и, например, удалось добиться того, чтобы в рамках одной сметы починить дорогу, но только губернатор этого мэра моментально уволил. И в Первоуральске теперь остались дорожные комиссары, четыре человека, сами по себе. в действительности никому не нужны, потому что общественный контроль в этой сильно затратной среде, в этой сфере не нужен никому. Людей просто не подпустили, а власть, она не обращает на это внимания. Павел, 30 секунд. Двое-нятное число, на самом деле это узел, который, наверное, простыми способами не решить. Он разрубается сверху или снизу этот узел? Так, это сложный вопрос. Либо к истории обращаться надо, либо к тому, какие есть возможности. Либо навстречу друг к другу, когда и снизу, и сверху. У нас пока так ни разу не было перерыв на новости. Все желающие поговорить со мной в прямом эфире имеют возможность сделать это по телефону 65 10 9 9 6. Добро пожаловать. Алексей у нас на линии. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, Сергей. Ну и как вам ситуация с дорогами в целом? Вот мы можем что-то сделать наконец? Или мы вежливо будем ждать, когда может быть кто-то где-то как-то начнет менять? В законодательстве, в сфере строительства, в контроле. Что у нас с вами, Алексей? Какие перспективы по дорогам? Перспективы не знаю. Для меня, как для жителей Москвы, дороги вполне устраивают. В регионы я не суюсь особо. Да, у нас 40 тысяч населенных пунктов по стране не привязаны асфальтом к дорогам, и поэтому по весне мы теряем 40 тысяч населенных пунктов, у них нет связи с большой землей. Это просто к слову. Росавтодор обещал за 260 лет решить этот вопрос. Алексей, какие у вас проблемы кроме дорог? Ну, с дорогами проблема решена в Москве? Да, у меня, скажем так, это не проблема. У меня счастье. Я как слушатель вновь нашел вас. Искал на одном популярном ресурсе ваши лекции и нарвался, что их уже около 60 десятков. Хотел поздравить всех слушателей. Обоюдное счастье пронзило наши с вами сердца. Алексей, на чем ездите? Какая у вас машина? Вот к выбору я осознанно подошел в автомобиль долго. Это Шкода Супербс. Делай такой холодильничек дизельный. Ух ты! Да, а вопрос у меня, вопрос-тере сомнения такие, садятся люди и говорят, ну, что же ты отдал столько денег за автомобиль. Вот, это Шкода, но она для нашего обладателя, она как бы такая еще призрачная. Да, Алексей, если бы вы пропили эти деньги, представляете, как бы это было, было бы что вспомнить с точки зрения этих людей, которые не понимают, почему за Шкоду столько нужно платить. Так вот, вопрос-то в том, может быть, какая-то закрылась от меня машина, может быть, сделал я все-таки не тот выбор, отдав такое количество денег. Полтора миллиона. с лишним, да, ну, полтора, миллион триста двадцать автомобиль мы стоили. Вот, может быть, какой-то вот, я не знаю, Инсигния, Мандео, может быть, куда-то она улетела. Алексей, вы могли бы, может быть, как-то более рационально потратить эти деньги только в одном случае, если бы вашей альтернативой была полноприводная машина. Если бы вы замахнулись на Инсигнию с четыре на четыре, возможно, это было бы интересно, хотя, конечно, Инсигния сама по себе, машинка чрезвычайно любопытная, но здесь нельзя сказать, что у вас какой-то выигрыш, а по размеру обыграть Суперб на сегодняшний день просто никто даже не берется. Ни в этом классе, ни в ближайших. Там, знаете, когда все начинают мерить линейкой границу классов и путаются, и говорят, что это не Е, а в Е, хорошо померили в Е, и кто там такой же, как Суперб? Кто еще может позволить за эти деньги закинуть ногу на ногу заднему пассажиру и не дотянуться до вашей спинки? А никто? Наверное, да, никто. Ну, инсигнию я, на инсигнию я покушался, но около шести месяцев, когда мне менеджер заявил, я как-то охладел, да, это был, я хотел именно дизельный автомобиль, это там полный привод, 160 сил, все прекрасно, но шесть месяцев, они, это очень долго для меня в моей ситуации. Был и Мондео, Мондео показалось, она чуть дешедле, где-то на старт у нее был, но не очень интересно, то есть это какой-то старый пункт у нее все-таки. Вот, а другие одноклассники, Camry, Piano, там нету дизеля, а я очень полюбил его, и не могу уже отказаться. Алексей, вы абсолютно правильно поступили, и не надо вот этих сомнений. Знаете, пусть сомневаются те люди вокруг вас, которые на самом деле в зависть оборачивают, свою зависть оборачивают в эти сомнения. Им просто очень завидно, что у вас такая замечательная машина. Илья, здравствуйте. Илья. Здрасте. Алло. Добрый день. Что у нас с вами на дорогах? Как вы думаете, у нас когда-нибудь страна станет чистой? Ну, тяжело сказать. На самом деле, все, что вот сегодня в программе говорили, я, правда, несколько раз пытался дозвониться, какие-то вещи мог пропустить, пока дозванивался, но в целом, для меня эта ситуация давно понятна. У меня, когда первый раз отец за рубеж поехал, это после перестройки, он приехал и сказал, слушай, а у них там дороги-то оказываются по-другому, она выше, говорит, чем газон. И, говорит, если у нас все стекает на дорогу, то там обратно, говорит. Вот. И с тех пор, в принципе, я думаю, что у нас много народу понимает эту проблему, но не думаю, что как-то ее тут легко решить. Так у нас что, система государства выстроена таким образом, что она не может построить дороги или она не хочет построить дороги? Понятно, что это не мы с вами. Ну, мне кажется, можем мы все, вот просто не хотим, то есть это... Вот, вот. Система, скорее. Не прогайся-то нам по плечу, магнитка-то нам по плечу, Т-34 мы сделали. Конечно, абсолютно согласен. А дорогу не можем. Илья, что у вас еще, кроме наблюдений за природой? Ну, вопросик у меня, в принципе, как такой, достаточно, на дальнюю перспективу. Я все, как бы, немножко присматриваюсь, там, через год, через два, как бы, буду там, наверное, думать о машине, по смене. И вот, мелькает периодическая информация про полноприводный Peugeot, универсал поднятый. Да, 508. По-моему, да, 508, там еще он в гибридной какой-то исполнении может быть. Ну, в принципе, меня гибрид, может быть, не очень интересует, дизель, мне, конечно, хочется. Вообще, что-то слышно, потому что такая разрозненная информация в интернете, и что-то непонятно, когда он вообще к нам в страну-то придет, или он вообще не придет. Да, есть совершенно четкая официальная информация, эта машина к нам не придет никогда. Потому что сделать ее дешевой французы не могут, и сразу понятно, что предпочтут люди за эти деньги. Просто в силу того, что, увы, но как только на другую чашу весов ложится большой брутальный автомобиль, сердца сразу переориентируют людей на покупку этой машины. 508 сам по себе, на мой взгляд, это гениальный аппарат. И его вот эта идея полного привода через электрический привод в задние колеса, это, на мой взгляд, такой хороший прыжок в будущее. Но у нас эта реализация никому не интересна. У нас 508, посмотрите, как он идет. У нас 508 провалился на нашем рынке. Где эти 508? Где эти красавцы с потрясающей шумоизоляцией, с интересной динамикой, классно сделанной, очень интересно придуманной? Московское представительство Peugeot проиграло эту игру. Вот как они смогли так поскользнуться на ровном месте, я не знаю, но посмотрите, что происходит. Где 508? Нету. А где 408? Вот для нас с вами специально сделали 408. То есть 408 приделали багажник. Эта машина для нас. Где она? Вы сколько их на улице видели? Кроме Газманова никто больше не катается на этой машине. Как так получилось? Да, я в последнее время очень сильно упал. А вот вопрос еще такой. Я как-то задавал тоже подбираю сначала машину как бы тут для жены еще присматриваю и там задавал вопрос очень хороший квалифицированный ответ получил. Но я как-то у меня из поля зрения почему-то выпал вот этот кроссовер Peugeot 4008 который. Ну да, Mitsubishi ASX который. Ну да, который в общем-то то же самое что Mitsubishi. Что-то про них вообще в беденном исполнении естественно. Что-то слышно насколько она надежная ненадежная то есть имеет смысл ее посмотреть или нет. Я как-то вот Илья, к тому моменту когда вы будете уже решать всей семьей вопрос на чем ездите вам и вашей жене во-первых на дворе будет достаточно суровый экономический кризис там его обещают независимые эксперты то есть года через полтора во-вторых Mitsubishi ASX как вот он не получился так конечно его можно дошлифовать и при прочих равных условиях эту машину можно купить только если вдруг на нее какой-то зверский дисконт потому что да, она же едет да, у нее же есть руль у нее есть колеса у нее есть определенный французский шарм дизайнеры благо его привнесли японское качество да, остается японским качеством машина неудачная но у нас полстраны ездит на неудачных машинах и вот только если она выгодна в покупке тем более что у французов у Peugeot и у Citroen у них неплохой все-таки ценник по обслуживанию вот в этом отношении ребята они добрые у них нет такого зверства как это принято на премиальном сегменте когда вы покупаете кочергу под названием Toyota и вам рассказывают что у вас золотой посох для управления миром вот такого зверства нет но на сегодняшний день вот смотрите у вас полный баланс нормально все в семье с машинами через два года ситуация изменится и вот только из-за кризиса вполне возможно что 4008 будет стоить совсем дешево и тогда имеет смысл его убрать иначе нет Юрий здравствуйте вы в эфире добрый вечер давайте Юрий давайте говорите по поводу дорог да по поводу чего угодно в том числе и дорог хорошо давайте дорог начнем однозначно конечно никаких дорог у нас не будет никогда вот как в анекдоте место проклятое вот в чем все дело не то что мы не хотим и не можем просто это не нужно нашим верхам это не нужно идет поступление в их карманы зачем вам строить какие-то дороги для нас для мы же быдло но дороги ведь достаточно показательные если построить дорогу мы хвастаемся например небоскребами в Москве совершенно никому абсолютно не нужно строиться Москва-сити и это вроде как позиционирует нашу страну и нашу власть а почему же власть не хочет сориентироваться и например похвастаться дорогами у нее на этом мозгов не хватает да нет нет ну дело в том это же ну затратно слишком хорошая дорога и смысл если можно ну как уже звучало ранее можно каждый год делать делать и по два раза в год перестелать или Юрий ответ на самом деле еще более удручающий если своровать на доме дом упадет и станет очевидным будут жертвы ну да а на дороге сколько да к сожалению что еще Юрий а вопрос вот я слушал там предыдущие звонившие про Супер Б да мне вот все никак не дается покоя чем вот интересно допустим сравнивать с Тианой я считаю что Тиана гораздо лучше без зависти причем без всякой лучше то всего еще Мерседес но это понятно да Юрий Юрий у вас опыт какого-то общения с дизелями с легковыми современными есть ну в принципе есть то что вот они зимой вот этой вот приезжали в сервис в сервис центры на эвакуаторах все не могли завестись солярка у них замерзает постоянно вот у меня вот пол двора постоянно они собираются на эвакуаторе сильный мороз вот был в этом году и все едут везут свои машины в сервис Юрий они у вас во дворе скидываются все вместе на эвакуатор и по очереди катаются туда заводиться но когда людям повезло с топливом современный дизель он имеет невероятную динамику то есть на этой машине едешь быстрее по крутящему моменту она взваливает на себя гораздо больше то есть это то что раньше в объявлениях называлось из-под себя рвет вот она как раз из-под себя рвет и если взять условно говоря два каких-нибудь ну не гоночных автомобиля предположим ауди q3 с дизелем 177 лошадиных сил о котором вчера в программе мы уже хвастливо со слушателем общались по этому поводу и взять тигуана двухлитрового у которого 200 лошадиных сил бензиновых вот q3 с мотором с дизельным с двухлитровым 177 лошадей он гораздо интереснее в езде динамичнее успешнее и увлекательнее во всем то есть эта машина летает как самолет конечно убиться на ней можно быстрее но дизель вот современный дизель это не архаичный тракторный придаток это супер современный мотор который позволяет человеку гораздо больше я понял но тут опять же возникает одно но если хорошее топливо нету хороших дорог нету хорошее топливо нету да да вот что в нашей стране сразу губит весь этот дизель на корню и плюс сервис еще потому что это сервис это не плюс это минус перерыв на новости простите пожалуйста вы не подскажете телефончик Сергея Асланяна да пожалуйста подскажу 65 10 9 9 и 6 Алексей здравствуйте Алексей добрый вечер Сергей алло да 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 говорите добрый вечер Сергей первый раз с вами общаюсь в эфире это приятно ваши передачи понравились так что продолжайте так что и понеслась да Алексей да понеслась так первое значит у меня по дорогам одно мнение это первое пожалуйста с другом как-то тоже обсуждали наши российские дороги и то что за границей творится ну вот и когда я с восторгом говорил то что вот я говорю вот едешь по германским автобанам это одно а едешь у нас я говорю 300 километров от Москвы отъехал и там вообще ужас там дорог нет практически вот на что он мне сказал а ты говорит от Берлина 300 километров от Матай и там Германия кончится а у нас Россия только начнется да это первое вот было замечание вот а второе по машинам хотел спросить Сергей вот смотрите я вообще люблю универсалы так как с 12-ми не очень то универсалы обычно такие недорогие недорогого класса сейчас езжу на Лачете универсале ну и хороший аппарат да вот хороший аппарат ну как бы время подходит уже сейчас я так понял что универсалы Лачете вообще прекращают выпускать начали втюхивать этот круз так называемый вот в крузе седан я сел такое ощущение было что попал в десятку вот по пеналу то есть они его сузили заузили так что ну комфорт совершенно не понравился по дизайну все вроде замечательно ну как бы то есть и салон сделали хорошо и это сделали хорошо но он тесный Лачете сел и ощущение конечно невообразимое вот я что хотел спросить я так понял они решили сделать что-то типа Киосида по крайней мере в ценовой диапазон их попасть в каком смысле типа ну как типа то есть они добавили комфорт то есть они по идее обновили Лачете а платформа их та же или нет 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 совершенно у них платформа от новой Астры а то есть это одну Астроплатформу сделали да да это другая машина она крупнее она по всему по всему другая Лачете это все таки ну совсем предыдущий век и здесь еще сыграло злую шутку требования по безопасности если Лачете при всем при том будучи молодцом он держит только 4 звезды то для того чтобы подорвать на мини Крузо нужно очень стараться он гораздо прочнее то есть он и боковой удар держит у него и переворот через крышу там очень серьезная была работа по безопасности поэтому он получился в общем-то таким здоровым и на самом деле нам об этом с вами никто не говорит но мы просто догадались ведь Лачете это машинка гольф-класса это Цэшка а Круз это Д-класс А Киа Сид тот же универсал это что? Это промежуточная машина она тоже до последнего будет делать вид будто она класс С но она абсолютно молодец Киа Сид это как раз тот самый автомобиль который уже своим предыдущим поколением дал основание для того чтобы задуматься и переименовать гольф-класс в Сид-класс это было бы вполне обосновано то есть Сид молодец а вам нужно плыть в сторону Орландо вот если вы например готовы под животворящим крестом оставаться посмотрите какой здоровенный ящик универсал Орландо я смотрел у него все ничего единственное конечно цена у него такая уже веселая будем ждать как только подешевеет потому что на вторичный рынок они конечно сразу не придут но через какое-то время а вот эта платформа платформа новой Астры на чем сделал Круз она как вообще по ощущениям по отзывам не знаю нормальная она они очень интересно с ней поработали при том что эта платформа выполнена везде по разному если например сзади параллелограмм УАТ это такая страшная конструкция в Астре есть то например в Круз его уже не поставили хотя платформа та же самая но по подвескам есть разница по всему есть разница и они смогли сделать разные машины несмотря на то что они родственные из одной бочки получилось очень неплохо хорошо буду думать спасибо Сергей спасибо вам такие приятные приятные размышления переходящие в не менее приятные мечты Игорь здравствуйте Игорь да Сергей здравствуйте я рад вас слышать Игорь ну поговорим по дороге коль такая тема пошла давайте ну у меня был знакомый ну в принципе он и есть просто давно с ним я общался они делали МКАД так уже вот реконструкция которая сколько уже лет 10 назад да когда делал даже больше 15 он говорил что когда посчитали что добавить добавки как делают на западе что легче нам каждые 3 года менять эту дорогу чем один раз на 10 лет это раз так уже интересно второе ну это не второе точнее это другая тема то что я смотрю вот берут постоянно ну вот эти пробы да слоя ну там где кругляшками где квадратиками и задаю себе такой вопрос для чего это берут для того чтобы узнать сколько можно отката получить сколько некачественно сделана дорога насколько некачественно ну судя по тому какую картину бытия мы с вами видим для того чтобы тех кто получил откат еще раз загнать в угол и сказать ну-ка теперь и здесь поделись потому что нас с вами это почему-то не касается результатами их труда они так старательно что-то контролируют а дорога совершенно невыносимая по-прежнему ну вот вы Игорь абсолютно правильно сказали что выгоднее делать плохо и переделывать раз в три года чем один раз делать по-честному по-честному не получается почему потому что сверху нет такого требования посерединке нету контроля а в самом низу мы с вами ну по большому счету безразличные и бесправные едем по своим делам система выстроена таким образом что она ни в коем случае не побуждает строительство качественных дорог это государственная система решение данного вопроса при том что как только у нас берутся за строительство дороги например делают что-то показательное мы же помним Сколковское шоссе надо дорога показательная исходя из сметы один миллиард рублей за один погонный километр сколько она просуществовала три месяца перед тем как развалилась а саммит АТЭС показательная дорога посмотрите какие мы построили здесь шикарные эстакады какой у нас великолепный вантовый мост дорога не была еще сдана в эксплуатацию ее уже смыло это результат системы которую надо менять ну да я про то и другое вот как-то передали еще когда первый снегопад был что вот убрали столько-то миллионов кубов снега ну если перевести на КАМАЗы столько-то столько-то КАМАЗов потом идет передача Москва-24 и они берут там интервью показывают этот снегопровительную установку вот такая установка принимает за сутки 17 КАМАЗов а таких установок 15 и вот если умножить объем КАМАЗа на эти установки ну никак не вписывается в этот объем снега именно для этого специально существует статистика при том что деньги из бюджета выделены не на КАМАЗы а на те самые кубометры ну да вот я говорю что и сейчас опять где-то вчера передали что 3 миллиона вот если взять посчитать объем дорог то что убирается в основном с дорог и то половина убирается куда-то на газоны и так далее то же самое как вот мы с советской эпохи Игорь а вы судя по голосу застали расцвет социализма у нас ведь как строится жилье строго в квадратных метрах он говорит у нас за год построено 182 миллиона метров жилья слушайте а квартиры вы сколько построили можно узнать вот сколько семей конкретно решили свой жилищный вопрос нет минуточку у нас показатель миллиона квадратных метров да плевать нам на ваши квадратные метры то же самое вы снег-то убрали или нет мы с дорог вывезли столько-то миллионов кубометров снега а дороги-то вы убрали или нет мы с дорог и так далее эта игра всегда не в нашу пользу помните как например нефтеперерабатывающий завод отгрузил продукцию в чем он отгрузил в тоннах а мы с вами бензин в чем купили в литрах ну да а как кажется между тонной и литром ну давайте не будем считать к чему вам мелочиться надо перевести да игорь так что делать вопрос товарища Чернышевского которым кстати если вы помните сфорумля почему-то в тюрьме неужели кто-то наверху там не имеет под рукой калькулятор чтобы взять просто элементарно посчитать а может не хочет ну может быть и не дают наверху не дают бьют по рукам да бьют по рукам калькулятор не брал в руки минуточку это кто у нас Владимир Владимирович потянулся к калькулятору а ему что злобный Дима настучал по рукам ну если поменьше там кто может может посчитать у него может и вообще руки не доходят но поменьше может быть оно и есть только оно с какой стати считать то будет у нас все таки один человек решает все он наш гарант любимый у него рейтинг по моему 146% если я ничего не путаю вот надеюсь послушают вашу передачу и возьмут я думаю что моя передача к сожалению не повлияет Константин здравствуйте добрый день Сергей Степанович добрый вечер константин как ваше отчество если я Степанович то вы я Сергеевич Константин Сергеевич говорите Сергей Степанович такой у меня вопрос вот у меня уже на протяжении наверное лет 12 такая большая любовь с компанией Ford началась она с такого автомобиля великолепного как Ford Scorpio ооо какая шикарная машина вот это аппарат естественно хэтчбэк да да хэтчбэк причем был на двухлитровом двигателе еще на старом на одновальном таком на восьмиклапанном да 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 вот это агрегатище сколько он у вас прожил-то лет значит он был 86-го года автомобиль этот продал я его в 2005 ох ничего себе у вас действительно любовь Константин Сергеевич да на спидометре причем было 930 тысяч это вы докрутили от себя но я его купил с пробегом где-то в районе 400 тысяч ну и на нем проехал еще полмиллиона а балл продал его в город Тверь и до сих пор он там ездит причем в такси что самое интересное то есть у него уже где-то сильно за миллион ушло да да я думаю что да уже за миллион убежал и причем так прилично снимаю шляпу перед этим мужественным автомобилем что у вас за последний Константин Сергеевич 30 секунд и ваш вопрос внимание вот езжу сейчас на Мондело на последнем да вот интересно что будет следующего поколения что про эту машину вообще известно это будет другая машина она появится не раньше 2014 года а скорее всего в 2015 потому что пока она из Америки перебиралась к нам ее доводили доводили под европейские стандарты и только сейчас вроде как поставили в производство но будет она или нет на самом деле ну ждать придется вот и все до завтра